Давай, Елена Савина. Здравствуйте, помогите избавиться от коротов и слепышей. Возле нас недалеко лес, и нет спасения от этих вредителей. Капканы не идут, они их просто зарывают. Слушай, ты знаешь, на днях прям эта тема у нас в чате финалистов курсов. Прям вообще так поднялась очень активно. И если у тебя есть что сказать, скажи. А я бы хотела, собственно, отзывы. Вот те люди, которые проходят у нас курс, мы их добавляем все в один чат. Для чего? Это среда единомышленников, где, ну, собственно, все друг к другу хорошо относятся, уважительно, плюс еще и советом помогут. То есть вот это вот такое теплое общение в этом чате у нас прям шикарное. И недавно там обсуждали как раз, как люди кротов выводили. Во-первых, хотела бы отметить, что нужно отличать кротов от слепышей. Или карбыши, там их еще называют. Кроты, они насекомоядные хищники. То есть они едят и всяких там личинок, медведок. Ну, они, по сути, полезны для дачи. Против вашей клубники и прочих растений, они ничего не имеют. Так просто совпадает, что они там личинку услышали, подрезли, съели, а клубника ваша провалилась. Да, а вот эти вот карбыши, они как раз подгрызают луковицы, картошку таскают, ну, в общем, они больше по овощам. По сути, есть куча народных всяких средств. Там, значит, дымом их там выкуривают, всякие тарахтушки сверху ставят. Но вот на практике даже из чата, да, собственно, из нашего опыта, да, из других отзывов, ну, в общем, рассказываю, что пишут люди. Что все вот эти вот голова-селёдки в норку, это всё можно, конечно, попробовать, но это очень малоэффективно. Ну, как малоэффективно? Либо поможет, либо нет. Эффективность 50%. Да, самое такое действенное, это действительно капканы, либо живоловки, как их называют. Такие ловушки, значит, вот два холмика. Между ними, значит, есть ход. В этот ход ставится эта ловушечка, отлавливается, ну, собственно, она там сверху торчит, вы видите, когда она полная. И, пожалуйста, только вывозите дальше, чем 200 метров, потому что кроты и вот эти слепыши хорошо ориентируются в пространстве, и они могут вернуться на дачу. Тут вопрос в другом. Тут как раз тот случай, когда святое место пусто не бывает. И как только вы крота, который у вас тут там хулиганит и безобразничает, отловите, в очень короткое время его место займёт другой крот. Да. Вообще, по моим наблюдениям, история с кротами имеет такую, ну, не то чтобы сезонность, но периодичность. У них бывают такие вот несколько лет вообще тишина и покой. Потом изроют всё, потом опять куда-то уходят, куда-то деваются. Дело в том, что тоже я интересовался, обсуждал этот вопрос в Аграрной Академии. Сельское хозяйство, в принципе, считает крота вредителем, но его вредоносность объективная, вот в конкретных цифрах, не настолько прям ужасная, чтобы кто-то всерьёз озаботился методом с ним борьбы каким-то таким эффективным и промышленным. Более того, на самом деле, даже вот эти все под землёй живущие животные, их трудно изучать как раз потому, что они под землёй живут. Это некрасиво, кроме того, что у вас там кустик клубники провалился, а сколько не провалилось, вот так вот в процентном отношении. Посчитайте, и, возможно, вас ждут удивительные открытия. В остальном, приводите в порядок агробиоциноз вашего участка. Это посев горчицы, редьки маслячной, крыльцецветных седиратов, которые отпугивают личинку хруща, за которой крот может приползать. Это какие-то посевы, посадки разнообразные, как можно более разнообразные, там и прямо на вкус овщина, и всякое такое. Трещотки, кстати, как это ни покажется смешным, читал я специально монографию, откуда, собственно, и знаю, что жизнь крота очень слабо изучена. Кроты ориентируются на запах и, как ни странно, на слух. Поэтому он там себе ход прорыл и вроде как бы ждёт, когда туда кто-то упадёт в этот ход, тогда он подрывается, прибегает и съедает того червячка или жучка, который туда упал. Если стоит трещотка, то он просто не слышит, где там что происходит. Скорее всего, может оказаться, что не совсем так это всё там происходит, может он там и слышит, и нюхает, комбинированно всё вот это делает. Одно могу сказать точно. Вот ловить его можно для самоуспокоения, разрушать ему там эти ходы, перекапывать их, заливать водой. Это всё пустая трата абсолютно сил и времени. Купите валерьянку или настой пустырника, внутрь некроту во себе принимайте. Ну, пока вот это такое средство, которое я могу порекомендовать. И как бы спокойно, смиренно ждите, пока он угомонится, и пока они там оставят вас в покое. Я понимаю, насколько странно это слышать, но повторюсь, сельское хозяйство не имеет эффективного метода борьбы с кротом по одной простой причине. Сельскому хозяйству не особо интересно. А мне вот ещё, кстати, понравился такой научный факт про жизнь крота. Мы с ребёнком смотрели, мы просто на поле гуляли и увидели его живого. И, конечно же, вдруг интерес маленького организма. А, что это крот? Короче говоря, кроты могут жить на глубине, а так, собственно, они и живут. До 8 метров, это прям вот их домики. А вот эти вот ходы, которые у нас ближе к поверхности земли, это их столовые. Это там, где они просто пробегают, проверить... Не упал ли кто-нибудь, не завалил. Вообще жизнь у крота очень трудная, очень тяжёлая. То есть он фактически может жить вообще под, грубо говоря, под дачным домиком и выходить на огород... Да. Очень интересно, необычно. Они страшные социопаты, они не заботятся о потомстве, как... Ну, практически. Они до смерти дерутся с соперниками. То есть если два крота встретились, то дело обязательно закончится гибелью одного из них. Вот так. Вот обязательно. Пока нас не забьёт, не может остановиться. Меня как-то в Инстаграме спросили, а почему у вас нет выпуска про кротов? А я потом помню, прихожу к тебе, говорю, о чём я до сих пор, кстати... А ты такой, а что снимать? Действительно, землю, норы, ходы, да, вот... Ну да. И показывать-то и нечего. Я... Продолжение следует...